Огонь, вода и пожарные трубы. Сегодня в областном центре прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту. Команды школ Белгорода боролись за право выступить на предстоящем первенстве ЦФО. За ходом состязания следил Андрей Радюков. И в горящую избу войдет, и препятствия ее не остановят. Екатерина Кульпа из 5-й городской гимназии как раз из таких девушек. Год назад она ездила в Орленок на специальную смену юных пожарных. С тех пор загорелась этим делом не на шутку. Неизвестно, как повернется моя жизнь, стану ли я связана как-то с пожарно-прикладным спортом. Может быть, совершенно далека от этого. Но я хочу попробовать свои силы. Мне это нравится. Пожарный должен быть ловким, быстрым и выносливым. Какие требования, такие и испытания. На данных соревнованиях участники будут выполнять преодолевание 100-метровой полосы препятствий и подъем в окно первого этажа учебной башни. Этот этап был особенно трудным для девчонок. И вот башня, хоть и не без труда, но все-таки покорена. В составе команды теперь еще и девочки. Это озадачило организаторов соревнования. Мы понимаем, что девочкам сложнее выполнять упражнения. Но надеемся на то, что наши девочки справятся с этим. 100-метровка стала не менее сложным испытанием, чем учебная башня. Недостаточно преодолеть забор в полтора метра и коварный бум – спортивный снаряд для упражнений в равновесии. Впереди еще пожарный рукав, который необходимо быстро собрать. Только после этого можно продолжить забег к финишу. Тут гайки есть, они между собой соединяют, чтобы вода пошла. Но опять же, это имитация. Так что самое главное – соединить все – разветвление, рукава и ствол пожарный, гидрант. Среди 20 команд лучшими стали учащиеся первой гимназии. За ними ребята из 40-й и 45-й белгородских школ. Из сильнейших членов этих команд, а их будут определять по индивидуальным показателям, сформируют сборную Белгорода. Она и представит областной центр на соревнованиях по ЦФО в июле этого года в Туле. Андрей Рядюков, Эдуард Горелов. Новости мира Белогория.